Ну вы представляете, приехать на место съемки, проехать через весь город, сюда все-таки добраться, разложиться, посмотреть где снимать и понять, что мы забыли аккумуляторы, мы от города 20 километров забыли аккумуляторы, возвращаемся, теряем 2 часа времени туда-обратно и опять мы здесь, аккумуляторы заряжены, съемка продолжается. Так вот, всем привет, сегодня у нас Nissan, хотел сказать, Тиана, а ведь оговорочка по Фрейду, на самом деле у нас Nissan Centra и внешне она очень похожа на Тиану, у нас казалось бы банальный тест-драйв, но нет, мы решили, что от таких тест-драйвов будем отказываться, поэтому у нас есть автомобиль, который позиционируется как семейный доступный более-менее автомобиль, а что нужно делать по весне с семьей? Нужно ехать на пикник, ну у нас как бы дружная семья, все мы как братья, поэтому мы взяли мясо, вот поверьте, здесь вон, здесь стейки, здесь колбасочки, мы приедем на место, куда мы едем, куда мы едем, я еще расскажу, и забабахаем себе вкуснячий стейк, забабахаем колбасочки на гриле, барбекю, у нас для этого есть сеточка, вот такая вот специально обученная для мяса сеточка, надо ее немножко пошкрябать, есть шампур, 4 штуки, но думаю они нам не пригодятся, есть желание, спички, мы уже не дети, нам они не игрушки, поэтому будем совмещать приятное с полезным, ну а заодно и расскажу все, что думаю про эту белую автомобилену, поехали! Как же Шон едет, а? Ты посмотри, да, просто встречка выезжает на встречку, почему, расскажу, а сегодня у нас Nissan Sentra с двигателем 1.6, с вариатором и как обычно максималки, стоимостью 20 с половиной тысяч долларов, много это или мало, ну смотря с чем сравнивать. Хотите, расскажу, почему на наших дорогах очень, вот мы сейчас выехали на встречку, и сейчас вот возвращаемся, и такое делается постоянно, а знаете почему? Да потому что у нас не дороги, а ямы, то есть ямы с встречающимися участками дороги, реально, мы едем по киевской трассе, трасса междугороднего, международного значения, так сказать, и она убитая. Я неделю тому назад, с Киева в Николаев, через систему Блаблакар, реклама, ну хотя непонятно еще кому реклама, так вот, вез парня, он с Польши приехал, очень давно не был в Украине, так вот, мы ехали, он наши дороги на телефон снимал, говорит, я своим друзьям в Польше покажу, они офигеют. Ну, а нам нормально, будни, действительность. Так вот, на нашей машине колеса низкопрофильная резина, 17 диски, если честно, я боялся ездить по городу. Смотрится шикарно, а ездить страшно, по городу, за городом, по городу еще ладно, ты вроде бы как не носишься, но и то, ямы частенько встречаются, не то, что частенько, после зимы их вообще немерено. А по городу ты вроде бы как расслабился, едешь и тут бах, яма. Не, наши дороги не дадут расслабиться никогда. Но вернемся к центре, за 20,5 тысяч долларов максималки, а стартует она с отметки 17,5 тысяч долларов. Что мы имеем за эти деньги? Двигатель 1,6, но он единственный, больше выбрать никакой нельзя. И вариатор CVT, также есть возможность выбрать автомобиль с ручной коробкой передач. У нас, естественно, CVT, вариатор, так любит погудеть, но об этом я еще расскажу. Также в салоне у нас кожаные сидения, кожаная плетка руля, много кнопок на том же самом руле. Эх, как опасно! Ну вообще, салон, если честно, так смотрится по-богатому. Неплохо, для своих денег мне нравится. И да, салон подкупает своим убранством. Ты, когда садишься внутрь машины, то тебе кажется, что ты в автомобиле высший классом. То же самое касается и внешности. Она очень похожа на старшую Тиана, и я думаю, что сделали это специально. Поэтому человек, который посмотрит на нее снаружи, особенно с такими красивыми 17 дисками, в белом цвете смотрится шикарно, салон отличный. Приходит человек в автосалон уже, посмотрел на автомобиль, посидел в нем, ему нравится. Но, следующий этап, это должен автомобиль понравиться уже в динамике. А здесь есть некие заковырки. Двигатель 1.6 мощностью 117 лошадиных сил. Казалось бы, да? Такой табун под капотом. Но в паре с вариатором не дарят ту динамику, которую хочется. Ты садишься в красивый автомобиль. Тебе нравится он внешне, нравится внутри. И тебе хочется, чтобы он дарил тебе классное ощущение от вождения. Но этого нет. Если честно, мне кажется, что либо сейчас лошади как-то исхудали, либо мы все зажрались. Но я помню, что лет 10 тому назад, когда я слышал, что у автомобиля 100 лошадей под капотом, это казалось ого-го. Сейчас, когда ты слышишь, что да, ну мотор там 105, 106, 117 лошадиных сил, ты понимаешь, что перед тобой очередной овощ. Ну, так вот как бы грубо не казалось. Но все равно особого кайпа ты не получишь. Наваливать на этом автомобиле ты не станешь. Не знаю почему так. Может, скорее всего, все-таки зажрались. Я полистал брошюрку, точнее, как полистал. В интернете полистал брошюрку про новый центр. И там большой абзац уделен новому вариатору CVT, который стал на 10% легче, на 15% меньше, на 30% экономней. Но почему-то там не говорится, что он все точно так же гудит. Вот реально, я не знаю, сейчас получится. Ну, в общем, поверьте, он гудит. Этого не отнять. Мне кажется, что бензиновый мотор является все-таки каким-то слабым местом этого автомобиля. Потому что, если бы в линейке был бы еще дизель, то, во-первых, он бы дарил больше кайфа от вождения. То есть, он по динамике был бы веселее. И, во-вторых, по расходу. Потому что на этом автомобиле я уже проехал, ну, не знаю, километров 700. Сейчас можно полистать. Сейчас, сейчас, сейчас. А! 813 километров я на нем проехал. Средний мой расход по трассе, я, конечно, не старался экономить. Эко-гонку не делал. Но расход мой составил 6,4 литра. Ну, вроде как, неплохо. Но по городу это стабильные 10 литров. Даже в моем случае это было где-то 10,7, 10,8. Потому что я, ну, такая манера вождения у меня. Но я не собираюсь менять свою манеру вождения ради экономии. Потому что был бы здесь дизельный двигатель, я бы ездил точно так же, а платил бы меньше. Ну, а мясо жарить мы едем за, сколько, 100... Да, вот специально обычный человек подсказывает. 113 километров от Николаева в село Актово. Почему именно туда? Да, потому что там очень красивые места. Там каньон Актовский знаменитый. Ну, если честно, я там не был. Никто из нас там не был. Там был только угол. И он засветил фоточки. Ну, если честно, мы еще поспрашивали у своих друзей. Все говорят, что там классно. Мы хотим мяско пожарить там. Ну, а во-вторых, мы продолжаем рассказывать вам, рассказывать и показывать про красивые места Николаевщины. Ну, это так, местечковое. Ну, и всей Украины. Хотелось бы, конечно, показывать места всего мира. Надеемся, к этому дойдем. Кстати, пока я говорю о том, что мы едем жарить мясо, мы такие радостные, все хорошо, начинается дождь. Сделал такое небольшое наблюдение. Вот мы в последние разы катаемся по различным интересным местам. Ездили в пустыню, это в Херсонской области. Ездили там на водопады. Это там Новый Бухт через ужасную дорогу, кстати, которую недавно местные жители перекрыли с требованием ее все-таки отремонтировать. А мы успели снять Рено Каптюр там. Куда мы еще ездили? В Мигею и в разные другие места. Так вот, чаще всего люди, которые живут где-то там рядом, они там не бывают. У меня друг живет прямо недалеко возле этого Актова. Я вчера созваниваюсь с ним, говорю, так и так, вот мы хотим туда поехать, ты же там рядышком живешь, расскажи, как там. Он говорит, Андрей. А я там не был никогда. Человек живет 20 лет. 20 лет и совершенно никуда не... О, дворники сами сработали. Они стоят на автомате. Чудеса. Очень хочется мясо все-таки пожарить. И пожарить его на природе, а не на сковороде где-нибудь под крышей. Но, блин. Вот мы утром, когда сегодня собирались, то была просто отличная погода. Я выходил и радовался, не мог нарадоваться. А Серега так радовался, что уж аккумуляторы забыл. И опять я напоминаю об этом. Да. Ну, а сейчас мы едем, и сплошная туча везде, и дождь. Ну, увидим. Надеемся, что мы все-таки доберемся, и дождя не будет. А вот, что хочется похвалить, так это размеры центра. В частности, место сзади. Это единственный автомобиль, в котором я не слышу постоянное нытье о том, что мне мало места сзади. Нытье от Игоря. Как вы знаете, а может не знаете, сейчас я вам скажу. У него рост 2.03. И он не помещается нигде. Здесь он поместился. Головой в потолок не упирается. И ногами в сиденья пассажирские тоже не упирается. Сидит себе, кайфует сзади. Я, когда ехал с Киева, сел туда за собой. И мне показалось, что я упираюсь головой в крышу. Но это только из-за того, что мое сиденье было далеко отодвинуто. Если ближе, то шикарно. Места много, считай бюджетный лимузин. Видите, это яичко. Это брелок без ключевого доступа в автомобиль. Классная штука. Кладешь в карман. Подходишь к автомобилю. Нажал на кнопочку на двери. Открылся. Сел. Нажал на кнопочку старт-стоп. Завелся двигатель. Поехал. Приехал. Обратное действие. Все отлично. Ничего не нужно ни с какими ключами. Все хорошо. Но есть один минус. А именно ты просто забываешь о нем через какое-то время. У меня... Нам сюда вот погрунтовки. Ох, елки, нам еще и погрунтовки. Но я вам все-таки расскажу про этот брелок. Ничто меня не собьет. Уже третий раз хочу про него рассказать. Но все-таки дорасскажу. История правдивая. Так вот. Я его на второй день просто забыл в кармане джинс. И постирал их. Закинул в машинку. Еще думаю, что там так тарабанит. Полчаса. Полчаса при температуре где-то 60 градусов. Они телемпались. Да елки-палки. Нет, я все равно буду рассказывать. Я сброшу. Все ради... Все, вызов сброшен. Дальше продолжаю рассказывать. Постирался. Я достаю. Думаю, боже мой. Вот это я, конечно, олень. Постирал брелок. Думаю, все. Теперь машина никуда не поедет. Хотя здесь есть вот такая штука. Я даже остановлюсь, чтобы показать. Достается ключ. И можно куда-то его всунуть. Честно, даже не знаю куда. Ну, дверь можно открыть, попасть в салон. Но завести автомобиль не получится. Никуда ты не поедешь. Ничего я не нашел. Что можно сделать с этим ключом. Я его разобрал. Для этого мне потребовалось... Сначала ногти ломал. Потом просто карточка, листочек. Посушил. Собрал. И это как старая Нокия. Ей пофиг. Работает. Отлично. Все хорошо. Ниссановцы. Молодцы. Я одобряю. Я говорил про плохие дороги. И то мы ехали по трассе международного значения. И то там были ямочки. Сейчас мы свернули уже к самому Актово. Осталось нам... Навигатор показывает 14 километров. И трасса... Почему ее называют трассой? Направление убитое. Едешь и просто все время смотришь, чтобы не оставить здесь колеса. Укравтодор здесь явно очень, очень, очень давно не было. Чаще всего на тест-драйвах кроссоверы. И я, если честно, убеждаюсь, что для наших дорог это самый подходящий автомобиль. Либо кроссовер, либо какой-то джип. Потому что дороги убиты. И те 15, 13, допустим, 14 сантиметров, которые есть под днищем седана при его длинной базе, их катастрофически не хватает. Я помню, когда ездил на Аккорде, я боялся банально через полицейский проезжать, потому что цеплялся днищем. Здесь такой проблемы не возникает. Здесь, по-моему, 155 сантиметров, 155 миллиметров клиренс. Но все равно, все равно побаиваешься. Побаиваешься, что где-то можешь цепануть бордюр, очередную яму, оторвать бампер или еще что-то. Поэтому все-таки лучше кроссовер. И чем выше, тем лучше. Мы уже почти приехали. И есть чему радоваться. Лужи на дорогах есть, а дождя нет. Вроде как распогодилось. Небо чистое. Мы взяли сухих дров. И сейчас будем кушать мяско. Правда, еще нужно пожарить. Это все нужно сделать. Но верится в лучшее. Осталось немного, осталось чуть-чуть. И дохлые собаки на дорогу. Несмотря на дождь и убитые дороги, мы все же добрались до Актовского каньона. Места оказались действительно красивыми. И если верить Википедии, этот ансамбль скал и гранитных валунов единственный в Европе, который по своим геологоландшафтным показателям в миниатюре с огромной точностью во времени образования напоминает знаменитые каньоны Северной Америки. Осталось только поехать в Аризону и сравнить. А тем временем дождь закончился, машину вымыли и настал черед сочного гриля. Как говорится, кушать мясо интересно, вкусно и полезно. Вот мы и добрались в Актовский каньон. Конечно, добираться сюда на машине с низкопрофильной резиной и 17-ми дисками под тем дорогом, то еще удовольствие, но оно того стоило. Погода не подвела, наши колбаски уже жарятся. Что хочется сказать по Ниссан Центра. Автомобиль прикольный как внешне, так и внутри. Смотрится действительно замечательно, мне нравится. Особенно в максималочке белый цвет. Здесь на зеленой траве шикарно. А вот двигатель 1.6 и вариатор, я считаю, ну не знаю, можно назвать это слабым местом. Но, во всяком случае, не по мне. Немного не хватает. Автомобиль большой, хочется больше динамики. Ну а мы продолжаем изучать классные места Украины. И везде будем жарить сосиски и есть. Если честно, вот сейчас уже прошло несколько часов с того момента, как мы стартанули. Часов 5. А мы все никак не ели. Я вот смотрю на эти колбаски. И чувствую себя собакой Павлова. Выделяется очень много желания поесть. Ну а вам спасибо, что вы смотрите наш канал. Ставите лайки, комментируйте. Это нам очень важно. Спасибо, спасибо. Car4Man.com Ниссан Центра, Актова, Серега, Игорь, Юрец. Мы все для вас. Субтитры подогнал «Симон»